Девочка-пай Під час новорічних свят у Дружньому колі збираються вихованці Миколаївської дитячої художньої школи, гості і друзі закладу, аби розповісти про свої творчі здобутки. Для нас этот был год очень удачный, это год нашей победы. У нас сначала начался реализовываться наш проект по строительству нашего филиала «Паспаская-23». Лёд тронулся. Школа наша растёт. В этом году у нас увеличилось количество учеников групп платных послуг. Мы чувствуем, что мы нужны этому городу. Детям весело, детям интересно здесь. У нас развиваются новые виды композиции. У нас расширилась площадь учебная. У нас расширилась макетная мастерская, где мы можем делать теперь большие объекты в стиле экодизайна. У цьому ж сучасному стилі в школе презентували і новорічну виставку «Сонячний пес». Дизайнерское оформлення традиційне для східного гороскопу. И Новый год мы встречаем в такой серебряно-жёлтой гамме. По восточному календарю 18-й год – это год жёлтой собаки. Мы всегда работаем с восточным календарём. Почему? Потому что это очень хорошая образная база для детей. Можно создавать интересные образы. Дети очень любят животных. У нас в начале учебного года объявлен конкурс на новогодний эскиз, лучший новогодний эскиз образа собаки. В конкурсе принимали участие только ученики младших классов – 197 учеников. Эскизов была масса. Більшість юных художников представили до семи эскизов. Переможцем став 10-річний Олексій Косигин. Самый образ его собаки с крылами став основой художной композиции выставки. Я представил самую большую собаку, которую нарисовал почти самую первую из 20 штук. Эта собака, она летит. И она с крыльями. И она летит и радуется. Я начала учиться в школе сентября этого года. Это твоя свежая работа, собака. Скажи, пожалуйста, что в планах, что хотелось бы такое создать очень интересное? Я бы хотела создать очень красивый пейзаж. Цели месяц працювали ученики и выкладчики над выготовлением сонячного пса. У шкельной макетной майстерни были выполнены все элементы декора. Центр композиции – величезный добрий пес в оточении веселых цуценят. Дружная собача компания. Групповый портрет, вписанный у потужную сребную оправу. Рама уникальна. Королевский багет, выполненный из большой количества гелочок, спилев и кори дерев. Доповнюють композицию. Зображения в широких рамах – маленькие пустотливые цуценята. Основная мысль осталась – оформление интерьера. Ноги были изменены. Допустим, даже эти рамы из веток. Вначале они задумывались какими-то дырками, чтобы пространственные они были. А потом мы решили обыграть тот материал, который у нас есть. И выкладывали, выкладывали мы эти веточки. И получились вот такие красивые рамы на самом деле. Мы сами были очень приятны, так сказать. А дети принимали участие в их храме? Конечно, они и выкладывали, и клеили, и красили. Участные породы собак, вижу, да? Да, это все и по детским эскизам, все точно увеличивалось по их таким маленьким эскизикам. Вот мы увеличивали их сами, копировали и вырезали из фанеры. Примещения художки прикрашают объемные снежинки с гелок усея неблескучими кульками. Та тендитные снежинки, витинанки с фольги. Здесь очень много элементов, выполненных в макетной мастерской. Вот снежинки деревянные, вы видите, витрины оформлены. Большой вклад внесла в оформление школы маркетан Елена Николаевна, которая режет витинанки. Вот у нас серебра нарезала очень много витинанок. Новоречное свято в художце – это сребно-жевто-зима. Чему обраны именно такие кольоры? Очень трудно сочетать золото с желтым. Это сложно сочетать. А потом, в прошлом году у нас была золотая обезьяна. Мы немножко устали от золота и решили дополнить наших теплых собак таким легким, нейтральным, холодным фоном. Серебряное и желтое – очень хорошо сочетаемые цвета. Как известно, из серой капли происходят все цвета радуги. И вот такая у нее была идея, чтобы оно было все серебряное. И на этом серебряном фоне, чтобы играли все остальные цвета. Эко-дизайн только начинает развиваться в художественной школе? В принципе, да. Это вообще на самом деле такое начало, очень классное начало. И мне кажется, что со временем вот такой детский именно эко-дизайн будет как-то в моде и может быть даже как-то использоваться в более обширных интерьерах, чем просто художественная школа или библиотека. Но я имею в виду, что оно может выйти вот на такой более серьезный уровень, потому что это очень неповторимые такие вот вещи, и их нельзя скопировать. И оно все имеет какое-то особенное настроение, потому что оно вообще просто непосредственно искренне создано детьми. Новоречным дарунком стала и экспозиция робіт вихованців школи, яскрава коллекция пластелинового живопису учнів молодших классов, жовти пес, робіт старших классников у техниці, гратография, эко-дизайну, а також авторские ветинанки. Щороку учні школи берут участь у різних міжнародних виставках, у всеукраїнских конкурсах образотворчого мистецтва. Головною нагородою 2017-го року були почесні грамоти Міністерства культури України двом учням школи – Олені Зарецькій та Іллі Мозгачову. За перемогу у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об'єднаємося ж, брати мої». Попереду ще у юних миколаївців чимало перемог. «Об'єднаємося ж, брати моївців»